Полицейские освободили из трудового рабства 12 человек. Представители ромской национальности вербовали бездомных. Зарабетчане трудились по 16 часов в сутки и жили в бараках. Преступная группировка состояла из трех человек. Они подыскивали бомжей в районе Одесского железнодорожного вокзала и вывозили их в село Староказачье Белгороднестровского района на полевые работы. Обещали от 7 до 12 тысяч гривен в месяц, но весь заработок людей сводился к питанию два-три раза в сутки, алкогольных напитках и временном жилье без удобств. На территории размещения бараков за бездомными следили так называемые бригадиры. Они контролировали подъем и отправление на работу, а также передвижение после работы. Самостоятельно люди не могли покинуть территорию фермы. В случае неповиновения к ним применяли физическую силу. «Когда мы ездили на луку, собирать лук, я оттуда убежал. Разбили мне голову полностью. Вову побили сковородкой сильно. Вова убежал в Одессе где-то». «Сидел в районе, где взял на лавочке в парке, подошли цыгане, пригласили работу на поле, согласился. Пять недель отработал безрезультатно. Все обещали деньги, обещали, обещали. Ни хто так ничего не дав». Дії зловмисників кваліфіковані за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам злочинної групи та обрання відносно них запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.